Я хочу послушать сейчас Михаила Эпштейна, а потом уже дискутировать, да, поскольку он изобретатель как-то. А можно ли немножко реплик? Я забуду просто. Или люди, я карандаши. Нет, перерыв мы не будем делать. Хочет долбитов. Реплика, ну может, да. Только если вообще в какую-то поэтическую все-таки сферу реплика. Ну да, да, значит, ну, во-первых, как я понял, в конечном итоге ты видишь связь мета-реализма с метафизическим направлением. Можно с на стогической такой иронией относиться к всеобщему влечению к Астамедой и Дарьилову Андрееву. Я сам Андреевец. Какое это ироническое? У меня ироническая подача серьёзного материала. Но когда я говорю серьёзно, это значит, ты лучше. Всё ясно. Вот, значит, да и связь меньше. Потом, значит, ещё реплика. Насчёт того, что ты сказал, что мы не знаем, на каком языке говорил дворянство. Очень хорошую идею подал со свойственным цинизмом Алексей Толстой. Он объяснял, как он, значит, выяснил, как говорили люди Петровского района, по куточным делам. Так что обратись к Следственной комиссии по делам декабристов, ты выяснишь к этому. Обратись в АСБ, в заседке, там из-за снятиком языке. Нет, зачем? А публикован? Давайте всё-таки ближе к предмету нашей пессии. Я хочу напомнить насчёт Винову, потому что... Да-да-да, давай, расскажи нам об этом. Винов в последние 30 лет живёт в Киеве, а тогда он был здесь, Алёша Парчиков. Я одну простую цитату, он посвящался его поэмой «Пожарный». Винов, он просил отличать пожарные от пожарных, но пожарные где-то здесь создают. Да, я просто процедирую ту фразу, которую Алёша всегда повторял из вот этой поэмы Винова «А пожарные без трусов, как собака без трусов». Парчиков, вот специалисты русского языка, вот учитесь настоящей поэзии. Это вы всё застряете на депутатском языке, это настоящее пожарные без трусов, пожарные без трусов. И тогда мы дадим слово Механолу, пожалуйста. У меня вопрос на самом деле здесь по существу, как раз... А сколько это человек, который посвящает свою диссертацию? Мы знаем друг друга давно, ещё с момента, когда я всё в офисе выходила, да. Юр, вот вопрос по поводу общих детей, общих нет реалистических детей. Вы сказали, что приходят новые люди в эту школу. Кто эти люди? Я хочу видеть этих людей. Подождите, подождите, вот здесь вот Андрей Тавров. Андрей сейчас будет отрицать, что он новый человек, но на самом деле это чуть-чуть следующее поколение, насколько я могу судить. Андрей, естественно, знал Алёшу, Алёшу я знаю, высоко ставил Андрея. Но вот как раз... Мне тоже нравится, что пишет Андрей. Да, вот как раз Андрея, я считаю, вот он не этим развитием или продолжением. Не знаю, есть ли продолжение развития, может быть, есть, дай Бог, чтобы это было, вот того, о чём я говорю. Понятно. Но кроме Андрея, они ещё только грядут, вы чувствуете? Нет. Это особо разговариваю. Это особо. Это отдельно. Спасибо. Я могу ответить, что я чувствую, но это будет, наверное, слишком долго. Мы ещё будем кофе пить, так что можно... Я не буду, я кофе не пью. Ничего. Я пью же. Вино, красное. А вы, да, да, да и не дадите. Нет, вино мы можем дать, но не сейчас. Дадать вопрос. Какое? Давайте сейчас Михаил Наумович выступит, а потом... Нет, всё-таки, в стране по хозяйству пить и пить, и закладать. У нас диалог общий. Ну, смотри, спутывайте мы. У нас, подождите, зашло. Конечно, пишите. Это в любом. Запишитесь с вами. Нет, это в концепции надо. Давайте это так, она решила. У нас есть временной какой-то, понимаете, временная организация. Всего это приятно. Но именно это вендёт и не ломает. Давайте вы подождёте немножко, запишите, пожалуйста, на мусор. Пожалуйста. Я предоставила слово Михаил Наумовичу. Спасибо. Спасибо. Я начну прямо с ответа на вопрос Ольги. Ряды материализма сейчас пополняются поэтами из Северных Штатов Америки, из Индии. Я думаю, последствия с Северными Детями. Где-то года три назад мне пришло письмо от одного американского поэта, англоязычного, естественно, который задал мне вопросы о парщиками его школе. Я проследил по интернету, что это за молодой такой человек, и выяснил, что это человек, который считается надеждой современной американской поэтии. К сожалению, я сейчас забыл его имя. Но если вас как историки и специалисты интересуют, могу разыскать. Вот он говорил мне о том, и отослал меня в дискуссии, которая ведётся на страницах современных политических журналов и блогов американских, о том, что материализм – это то движение, которое больше всего интересует молодых современных американских поэтов. Хочу добавить, что не концептуализм, а именно мета-реалист. Кроме того, года три назад, тоже примерно, я получил письмо, даже несколько писем, от поэта и теоретика поэзии на языке бенгали. Это второй по-послехингу язык Индии. Число говорящих, по-моему, разовский превышает число русскоязычных в мире. И они просили меня написать для них манифест бенгалийского мета-реализма. Потому что это именно на английском языке. Потому что именно это движение во всей мировой поэзии, мета-реализм, ведь он больше стих не вдохновляет. И у них есть свой журнал, какие-то органы печати. И вот он крайне заинтересован в том, чтобы это поэтическое направление у них тоже обрело свою какую-то теорию, свою позицию в современном мире. Поэтому, когда не так давно на конференции в Лондоне, которая называлась «Утопия-3», о мета-реализме никто, в общем-то, не вспоминал, а все говорили исключительно о концептуализме, о Пригове, о Хубакове, о Руденштейне. Именно это направление в русской словесности, изобразительном искусстве в последние десятилетия ассоциируется с судьбой русской лесоверской утопии, с ее развалом, с ее реконструкцией. Мне пришлось возражать. Мне пришлось говорить, что да, безусловно, в изобразительном искусстве концептуализм одержал полную победу над своим соперником, мета-реализмом. А именно так они воспринимались, как два соперника в конце 70-х, в 80-е годы, вот идущие, что называется, голова в голову, и, собственно, такие закопиченные враги, зарядные друзья. То есть не могут обойтись друг без друга, дополняют друг друга, как некие две грани одной политической ситуации, о чем я скажу несколько позже. Так вот, концептуализм, безусловно, одержал полную победу в сезуальном искусстве, в изобразительном искусстве. Но если говорить о собственной литературе, то здесь, если учесть то, о чем я сказал, о огромном интересе именно к мета-реализму, метафизическому реализму и метафорическому реализму, как мета-реализм расшифровывается, боя от метафизики и от метафорики, то здесь это еще большой вопрос. Какая идея оказывается более трудоносной? Концептуализм, как литературное движение, скажем, в Америке неизвестен и не может рассматриваться как мета-живое явление. Так как мета-реализм, да, и, конечно, более всего там знакомы с творчеством Аркадия Драгомощенко и через такой параллелизм Драгомощенской поэтики и поэтики Лим Хиджинян и лингвистической школы, которая просвела в 80-е и 90-е годы в штате Талифорния, но и Алеша Парщиков, его переводят, его знают, его ценят, и это живое присутствие в американской поэции. Но мне хотелось бы сейчас вернуться к началу 80-х годов, когда, собственно, мета-реализм возникал, и понять, в чем же причины и самого его возникновения, и его угасания, и его неугасимости. Сам термин мета-реализм у меня зародился, если не ошибаюсь, в декабре 82-го года после посещения выставки гиперреализма. Было такое тогда движение, ну, собственно, оно и есть. Это художники, которые работают, в общем-то, с фотографиями и таким образом увеличивают их, делают такими крупнозернистыми свои фактуальные изображения предметного мира, как бы гиперболизируют поверхность мира. И в этом состояла их тогдашняя такая постмодернная новизна. они создают симуляторы, то есть такие подобия лица или какого-то предмета, которые по своей предметности оказываются более зримыми и осязаемыми, чем то, что они представляют, именно потому что они увеличат. Мне понравилось тогда, что вот те поэты, которых я в то время уже знал и оценил, и общался с которыми, Жданов, Парчиков, они тоже имеют дело с реальностью, но как-то иначе. И вот какая бы приставка могла бы иначе осветить их отношение к реальности, чем вот это вот гиперболизм, мы же никогда вот с Юг и Малининым, это такой был финский переводчик, и наш ремесар всего этого круга в западном мире, поскольку связи были очень утонченные и подпольные. И вот в разговоре с ним вдруг у меня это слово проскочило, мета-реализм. А в июне 83-го года, по-моему, 8 июня, то есть ровно 30 лет назад, состоялся первый в России за 50 или 60 лет поэтический дискусс, который назывался «Сфорум о мета-реализме и консектуализме». Так что можно вот 30-летие в июне, в принципе, отпраздновать. Это происходило в Центральном Доме Работников Искусств, и с 20-х годов, в общем, таких «измов» в российском интеллектуальном обефлоте больше не возникало, если только они не были враждебной «измой». Ну, там, я не знаю, типа, кацхизма, или модернизма, или сюрреализма. Это было действительно первое обсуждение вот таких «иноизмов», то есть не марксизм, а ленинизмом, в какой-то положительной, приемлющей, утвердительной даже тональностью, разглашение того, что оказывается и другие «измы» возможны. Значит, на этом речи выступал и Алёша Паршин, выступал и Дмитрий Пригов, и смысл как раз вечера состоял о том, чтобы свести их лицом к лицу и обнаружить силу, как теоретическую, так и практическую, поэтическую каждого из этих направлений. Что такое мета-реализм? И каково его соотношение с концептуализмом? Почему они были равны, как бы, необходимы и задействованы в индивидуальной поэтической ситуации того времени? Отношение между ними отчасти напоминает для людей, ценящих, так сказать, философскую и культурную традицию, отношение между концептуализмом и реализмом в Средневековье философии. Значит, реализм тогда называлась, у схоластиков, такая философия, которая признавала реальное бытие по общих понятиях. Вот, скажем, есть понятие «красота», вот она есть реально, она существует не только как некий общий предикат красивых вещей, а существует сама по себе красота, существует сама по себе лошадь, существует само по себе белое. То есть это платонизм, если вы хотите, но поняты не как идеализм, то есть у людей отключенных от реальности, а как реальность самих идей. Отсюда и название реализм. Но в XIX веке, в XX веке, с развитием позитивизма, критического реализма, реализм понимается очень одномерно и убого, как отражение той же социально-исторической реальности. И вот для этого понадобилась приставка «нет», чтобы восстановить исконный смысл, исконный объем, многомерность этого понятия. Что реальность, она не сводима к социальной плоскости, эта реальность объемлива в себе много измерений, тех, которые открыты и открылись пушинскому пророку, в нялое небо с одрогами, в горе ангелы, полет. Вот это понимается под реальностью. А концептуализмом в философии схоластов понималась под концептуализмом умеренная версия номинализма. Согласно номинализму, вот эти вот понятия, как красота, белая, лошадь, дом – это только слова. Тогда как в реальности они не существуют. В реальности есть только вот белая доска, белая лошадь и другие единичные случаи белого или случаи красивого. Концептуализм – это умеренная версия номинализма в том смысле, что концептуализм признает существование белого и красивого как концептов, как понятия, но не существование внутри реальности. И вот русский концептуализм, позднесоветский и постсоветский концептуализм как раз и был такой литературной школой, который обнаружил пустоту, отсутствие означаемых за всеми теми означающими, как коммунизм, советский человек, коллектив, родина, земля, народ, Пушкин и тому подобных как бы идеологем, которые официально идеология утверждала как обозначение реальности, как способы преобразования реальности, как способы построения счастливого будущего и так далее. То есть разница между метеореализмом и концептуализмом, грубо говоря, была такая, что концептуализм как бы играл, остранял эти общие понятия, эти идеи и потрошил их превращал в чучело, отвлеченные смехотворные схемы, как в стихах Прикву, например, о милиционере или о других подобных идиотипах советской реальности, или как на карточках Эльвара Бюрештейна. То есть это был опыт, так сказать, углубления в молчание, то есть отсутствие реальных референтов за теми понятиями, которые умножились в советском идеологическом обиходе и все более, особенно по 70-м годам, обнажали свою пустоту. А метеореализм была поэзией, так сказать, не апофатической, а катафатической, то есть утверждавшей действительно реальность таких вот понятий, как дом, скажем, вот в известном стихотворении Жданова, остается ли, извините, я плохо напомню, домную стихи, но вот речь там идет о доме, нельзя их перескать за своими словами о том, что остается ли дом после того, как его уже нет, остается только пустой объем жилья, вот как его берегу, снегопады, огибая его крышу. Вот эта вот реальность вещей, их присутствие в мире даже после того, как их физическое бытие исчезло и растворилось, это поражало нас в стихах Ольги Седокова, Ивана Жданова, Алеши Парщикова и других. Вот таково было размежевание. И, в общем-то, в системе, что ли, теоретического разделения труда того времени, конца 70-х, 80-х годов, концептуалисты и метеоролисты воспринимались как действительно взаимодополнительные явления, как в теологии, в богословии воспринимается катафатический и апофатический метод. То есть катафатический метод описывает, что божество есть в положительных темах, что Бог есть разум, сила, свет, благость и тому подобное. А апофатическая теология отказывается от такого описания, подчеркивая, что Бог непознаваемый, и поэтому можно его представлять лишь отрицанием, смехом, юродством, молчанием, кривлянием и тому подобное. Вот так же, как эти два метода неотделимы, в общем-то, в теологии, которая хочет быть полным познанием, как положительным, так и отрицательным, так представлялось, что и мета-реализм, и концептуализм неотделимы друг от друга в культурной ситуации 80-х годов. Прежде всего, в поэзии, хотя не только в поэзии, в изобразительном искусстве тоже были свои, конечно, концептуалисты, такие как Илья Купаков, Эрик Блатов и Комара Меламин, и свои изобразительные искусства были мета-реалисты, какие-то, как Верфей Грибский, например, или Игорь Клиниковский, которые остались ближайшими друзьями Леши Пачкова и впоследствии уже назад. Что такое мета-реализм? Кстати, этот термин непонятен, он близкий, родной. А так и что такое мета-метафоризм? Я до сих пор не понимаю, ни одного убедительного определения этого термина, принадлежащего к остальному термину, этого не встречал. Ни от него, ни от каких-либо других пользователей этого термина. Значит, мета-реализм – это метафизический реализм, то есть это представление о том, что реальность многомерна, что она обращена и к невидимому, и в этом смысле я совершенно согласен с тем, что Даниил Андреев, о котором говорил Илья Равлов, является представителем такого мета-реализма, тем более, что сам он писал, по-моему, в первой главе «Розы мира», о сквозящем реализме, реализме прозрачным, тем вот изменениям, слоям транс-реальности и транс-мифа, которые закрыты для нас пленкой исторической реальности. В этом смысле он может считаться по воздействию мета-реализма, хотя, собственно, его поэзия, на мой взгляд, чересчур плюс кайсимволизм. Еще. А разница между мета-реализмом и символизмом в том, что символизм троится все-таки на двоемерии, то есть представляется, как это и положено символу, вот есть этот мир, есть тот мир, и этот мир, а человек тому миру. Поэтому все, что мы видим в этом мире, это есть только знак, только образ, только подобие, тогда как мета-реализм как раз упраздняет это двоемерие и ведет к представлению о том, что эта реальность становится другой реальностью, то есть между ними отношение не подобия, а причастность. Вот то, что нас так поражало в стихах, скажем, Жданова, или Барщиковой, или Ольги Седоковой, что ощущалась причастность одного человека к другому, их постепенная, как бы, такая вот метаморфоз, то есть поэзия мета-реализма, это поэзия метаморфоза, когда одно становится другим, как вот в стихах Жданова, небо, зажатое в плюрок птиц, дождь, небо, помещенное в звезду, ночь, вот как небо и ночь, вот между ними отношение не метафории, не метонимии, а отношение метаболы, вот так это у меня назвалось, и вроде такой термин тоже получил какое-то распространение метаболы, буквально это означает поворот, но метаболы это, в общем-то, метаморфоза, метаморфизм еще можно назвать это движением, поскольку речь идет о том, что в отличие от метафоры, вот почему метаметаполизм тоже, мне кажется, термином достопложным, ведущим в сторону, собственно, специфики этого явления, в отличие от метафоры, которая строится на, как вы знаете, по школьным определениям, на сходстве уподобляемых явлений, и от метонимии, которая строится на смежности сопоставляемых явлений, метабола как раз строится на том, что вот это среднее звено, средний член между ними, есть не сходство и не смежность, а их идентичность, их превращаемость одного в другое, и, скажем, отношение между небом и ночью, вот в этих стихах Ждыанова, это не отношение подобное, нет ничего подобного между небом и ночью, а есть то общее, что у них, что они соразделяют, это звезда, через звезду происходит превращение неба в ночь, или ночи в небо, и точно так же через флювы птиц происходит превращение моря в дождь. Флювы как бы разбрызгивают это море, превращают его в каплю дождя. Вот этот поиск тех путей, какими одно превращается в другое, метаморфическое поэтие, метамоническое поэтие, составляет особенность метареализма, в отличие от предыдущего поколения поэтов, шестидесятных, у которых как раз-то цветала метафора, и особенно ярко, конечно, у Вознесенского. И в этом смысле, вот можно было бы сравнить стихотворение Вознесенского и Еременко, Вознесенский с яркой метафорой горы, дележан, который уподобляется им, извините, опять в точности не вспомню, который уподобляется им церкви в оранжевых строительных лесах, подобно. И стихов Еременко, которые я помню, наверное, лучше, в густых металлургических лесах, где шел процесс создания хлорофила, сорвался лист, уж 8 наступило в густых металлургических лесах. Вот здесь одно не сравнивается к другому, то есть металлургические леса и, так сказать, древесные леса не уподобляются друг другу. А мы действительно не знаем, о какой реальности идет речь. То есть это и металлургические леса, и те самые леса, в которых идет процесс создания хлорофила. И вот эта умножимость реальности, которая раскрывается настолько широко, что впускает в себя питое и другое, причем без отсыла первичного вторичного, нет как вот чего-то первого и второго, реального и того, что служит как бы иллюзией по отношению к нему. А реальность раскрывается многомерно и вместе с тем без указания на иерархию. И в этом смысле, конечно, металлу можно уподобить, металлу, как вот такой прием, можно уподобить резоме. Этот термин появился примерно в то же самое время, в 80-м году, в книге Тиллеза и Батарей, капитализма и шизофрения, тысяча хлато. Резома – это корневище. В отличие от ствола, где есть иерархия, есть высокая и низкая, есть рост, сибирь. Корневище, оно как бы по логике этого космодерного образа концепта, она распространяется сразу во все стороны, нет никакой иерархии начального и конечного. Есть такое вот движение смысла, такой вот беспорядочный многомерный. И Резома, и Метапула – это, конечно, одна генерация концептов, уже таких постмодернов, родившиеся еще, повторяю, в одно и то же время, в начале 80-х годов. Ну, в то же время, говоря о метареализме и концептуализме, как о двух, как бы, гранях или двух пределах одной политической ситуации, хотелось бы напомнить, что это действительно были не столько течения, сколько, я бы сказал, грань, между которыми, пределы, между которыми можно было бы указать много промежуточных ступеней. И тогда же у меня возникла такая более детальная, что ли, классификация политических течений, согласно которым вот крайний материализм – это, скажем, Ольга Седокова, Иван Ждалов, крайний концептуализм – это прибыль, особенно Рубинштейн, со своими почти автоматическими библиотечными карточками. Но посередине располагалось еще много всего остального. В частности, был презентализм, то есть искусство настоящего, презентирующего себя, как оно есть, феноменологической поэзии. Мне казалось, что, скажем, Пачка и Путин больше подходят именно к этому направлению – презентализма. Там не столько ощущается веяние какой-то другой инореальности, как у Седоковой и у Ждана еще, и несколько более близких к символизму, традиционным символизмам. А там вообще дается чисто феноменологический такой вот срез реальности, как она представляется на рамочке зрачка. Было еще такое выделено направление, как континуализм, к которому, на мой взгляд, относился бы Драгомощенко, то есть такая предельная, насколько это возможно, десематизация слова и значения, и превращение его из дискретное в континуальное. То есть полный период, соименитет, значение слова выделяется, которые наименее для него вероятны. Такой вот расплыв. Здесь можно вспомнить на лимбскую классификацию жестких и мягких языков. Вот предельное размягчение как бы политического языка у Драгомощенко. Ну вот, эти термины как-то особенно не привелись к континуализм, презентализм. Так и осталось метареализм и концептуализм, что, на мой взгляд, резко огрубляет всю картину нашего прошлого. А что же поэтического прошлого? А что же говорить о настоящем? Здесь мне хотелось бы задать больше вопросов, чем у меня есть ответов, потому что я, конечно, не слишком знаком с современной словесностью. И главное, что мне непонятно, это вот, когда говорят о новом метафизисе, какого рода контекст имеется в виду. В эпоху возникновения метареализма контекст создавался с одной стороны такой официальной словесностью, такой, условно говоря, соцреалистической, с другой стороны критическим реализмом, скажем, суженицинского типа, с третьей стороны концептуализм. Вот внутри этой системы координат метареализм был очень четким, определяемым, вот сразу нужно было видеть, понять, определить. Это метареализм. Это не критический реализм, это не социалистический реализм, это не концептуализм. Вот что сегодня служит таким контекстом, сужающим, определяющим и, собственно, придающим такой ясный крестовический смысл понятию нового метафизиса. Что в нем нового? Это вопрос, который я хотел бы задать. Но мне представляется, что, если говорить о каком-то воздействии метареализма, как мировоззрения поэтики на современную литературу, то, может быть, нужно иметь в виду не только не столько поэзию, а просто. И в этой связи, если говорить о самых популярных прозаиках современности, мне думается, что та шкала поэтических стилей, о которой я говорил, она может быть отнесена и к современной прозе. Совершенно очевидно, что Владимир Сорокин, это концептуализм, собственно, он возникал внутри концептуальной школы и верно, и остался. Это та же поэтика, что у Гридова, у Кабакова, у Монастырского. Противоположность ему не представляется в рамках системы современной прозаических стилей. Это Пелевин. Не случайно они так очень четко выделяются и мыслятся как современники и антиподы. Пелевин, у которого множественная реальность, реальность постоянных метаморфоз, многих реальностей, которые превращаются одна в другую. Мне представляется, что если говорить о современном метреализме прозе, то это именно Пелевин. А презентализм, то есть некая срединная зона, на мой взгляд, представлена в сочинениях Шишкина. Вот этот вот такой феноменологический презентирующий взгляд, как бы поверхность мира, явленная в образах такой вот чисто феноменальной красоты. В свое время мне представлялось, что презентализм это проза Сергея Юринина, такого замечательного писателя, но после того, как он в Европе Францию, потом в Соединенные Штаты, как-то его присутствие на литературной сцене российской стало менее заметным, а вот Шишкина представляется таким явлением промежуточным между, грубо говоря, концептуализмом Сорокина и метреализмом Пелевина. На этом я закончу, поскольку, как вы видите, вопросов по современной литературе у меня больше, чем ответов, и буду рад услышать о том, что думают люди более включенную в современную литературу Франции. Спасибо. Спасибо.